Я вначале хочу потребовать, чтобы какие-то участки я уже начал видеть, которые уже закончены. Особенно те участки, которые уже долго идет ремонт, которые упираются какие-то в объекты, где мы не можем проводить работы, и эти объекты мешают. Почему? Тоже по улице Звери. Когда подрядчику я говорю, почему не делаешь благоустройство, есть возможность, погода позволяет. Да вот стоит объект, временное сооружение. Я говорю, так ты дойди до него, покажи, что вот красоту какую-то ты навел на этом объекте, и это сооружение находится на сетях инженера, и оно мешает дальше. Поэтому я приглашу, естественно, руководителя, кто этот не убрал дистанциональный торговый объект. И вот, пожалуйста, у меня есть основания, потребую. А так получается и безобразие на участке, и мы говорим, что ну надо убирать. Неправильно. Поэтому я как раз в субботу назначил совещание, попрошу всех быть для примера, и всякий потребовал от организации, которая разрелила, чтобы участок четкий один, от перекрестка Родинькова с Родинькова до остановки сделали идеально, чтобы это какой-то пример. То есть у нас получается, выполняется работа там, где вроде мы захотели. Должна быть четко разбита территория на участке, и уже начинать, должен появляться вид, который улица должна получать. Люди должны видеть, граждане, что вот для чего делается благоустройство. И тогда уже многие противники благоустройства, в кавычках, они меньше вопросов задают. А когда идет подход, работ не совсем комплексный, да, то, соответственно, получается много грязи. Поэтому я на это еще раз обращаю внимание, вот тот перекресток, я давно уже говорил, его уже надо, пора заканчивать, Алик Поговорович, уже надо заканчивать, чтобы люди видели, что да, вот тут так красота, здесь вот проект закончен. У нас здесь все растопор, и нигде, значит, соответственно, законченного участка нет.